Двор дома номер 113 по улице Гагарина ждет по-настоящему светлое будущее. Его приведут в порядок по программе формирования комфортной городской среды. Здесь появится детская спортивная площадка, парковочные места, отремонтируют проезды и установят долгожданное освещение. Вот в этом плане мы хотели спросить, потому что мы когда составляли проект вот этой территории, мы хотели бы видеть вот хотя бы вот здесь вот мачт освещения для того, чтобы вот внутриквартальный проезд осветить. Потому что первая мачта, наверное, вон там находится, информаторная подстанция. С проектами дворов и территорий, которые будут преображать этим летом, глава Самары Елена Лапушкина познакомилась во время объезда советского района. Также мэр побывала во дворах, жители которых присылали свои обращения. Так, здесь, на Запорожской, жалуются на некачественный бордюр. Летом во дворе будут делать дополнительные парковочные места. Елена Лапушкина поручила заменить поврежденные участки бортового камня. Качество бордюр тоже надо посмотреть. Все равно вам сюда заходить с парковочными карманами. Может быть, заменить бордюр, если он некачественный. Жаловались и жители дома номер 114 по улице Дыбенко. Только уже на уборку тротуаров. Одна дорожка вычищена полностью, а вот к остальным у главы города остались вопросы. Елена Лапушкина поручила исправить недочеты к выходным. Мне нужно, чтобы были чистые тротуары и возможность проезда. Все, чтобы люди не жаловались. А вот на территории бывшего незаконного рынка, на пересечении Авроры и Аэродромной, у горожан больше жалоб нет. Летом здесь делают уютный сквер с дорожками, газонами и фонтаном. Посадят здесь и хвойные деревья. Елку надо оставлять. Красивая, живая, встанет, прям она будет. И подсадка будет к логике, бухтарников. Благоустроят территорию и еще одного снесенного рынка. На пересечении улиц 22-го портсъезда и физкультурный. Под тротуаром проходят коммуникации, поэтому здесь только отремонтируют пешеходные дорожки и постелют газон. А также покрасят забор Кировского депо ТТУ, что находится по соседству. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.